Айв, что сегодня будет? Расскажи. Секрет. Ну ладно. Техники так секретные. То есть все-таки есть сегодня? Только по подписке без GFX. То есть секретные техники все-таки существуют? Безусловно. Просто о них не говорят в сети. Раскрывают. А, окей. Блин, ты снимаешь это ДТП? Алексей, я раздеваться не буду. Я тебе так скажу. Сегодня мы совместно с BG Freaks проводим семинар. Его основная цель – это развитие детского джиу-джитсу. Такая большая цель. И постараюсь поделиться своими скромными познаниями в прохождении гардера. Какой гард мы будем проходить сегодня? Разный. Разберем такие, наверное, более распространенные, на мой взгляд. И гарды, с которыми, как я вижу, больше всего проблем бывают у моих студентов и ребят, с кем я занимаюсь. То есть мы будем проходить закрытый гардер? Нет, это мои личные проблемы. Мои личные проблемы, они подошли на публику. Я очень просто хочу сказать, что благодарен Алексею и Аюбе, что они здесь, на площадке нашего клуба, проводят этот семинар. И предоставили возможность поучаствовать нашему клубу в таком хорошем деле. Ну, как вы понимаете, я очень люблю семинары и разминку на семинары. Сегодня у нас, наверное, впервые такое количество детей на нашем смарт-семинаре. И все потому, что вообще цель этого семинара – небольшой наш совместный флаг в развитии детского спорта. Аюб, ты сегодня точно будешь джиу-джитсу? Конечно, ну вот эта вся разминка, она хорошо греет. Просто у нас детишки, подростки, их надо хорошо промять. Побои об ковер очень хорошо греют от такой массажа. Время, ты снимаешь этот ДТП? Я понял одну штуку. Для того, чтобы на семинаре отрабатывать простые решения сложных гардов, нужно, чтобы партнер, в том числе и я, должен был уметь эти гарды делать. Хватит разговаривать, пойдем работать, пойдем. Ну что, партнер, все получается? Конечно, конечно. Да все так делаем. Техники не могут? Конечно. Следующий семинар твой. Сколько платишь? Детям. Все детям. Все детям. Ты так вспотел, ты устал объяснять этим, ну, новичкам. Не, на самом деле, я сегодня, благодаря одному из BG Freaks'ов, в свою игру добавил еще одну, скажем так, деталь. Когда я столкнулся с этой ситуацией, теперь я знаю, что с ней делать. Поэтому, когда я показываю технику, я всегда прошу включить сопротивление, чтобы я понял, как, что происходит. Так что, благодаря нему, я кому-то пройду гард. Я просто отжимаюсь по 12 раз по субботам. Традиционный вопрос для Юры. Ну что, Юра, как тебе сегодня техники? Хорошие. Был семинар, который учил, как это делать, а теперь семинар, который в защите учит. Классная штука, что нормально. Отлично. Ты поддерживаешь детский спорт? Я всегда тремя, в смысле, двумя руками. А, ну, типа да. Не для нищебродов, короче. О, я вставлю. Техники были хорошие. Следующая, вставая фраза. Медленнейший год. Да-да, типа того. Насколько сегодня понятно было? Было очень понятно. Получается? Да, все получалось. И те ошибки, самое главное, те ошибки, которые происходили в первый момент отработок, вот, а Юр потом сам. Сам как будто знал, где мы будем ошибаться, и сам потом подсказывал, чтобы мы уже закрепляли. Не то, что рассказал много информации, мы путались, а сначала основное, а потом там, где могут быть ошибки. В общем, огромное спасибо, что пришли, и надеюсь, что вы будете нас поддерживать и дальше. Это, знаете, есть короткое видео, он там порядка четырех секунд. Такая женщина поворачивается, и на нее я тут зумаю, и скажу, это просто... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!